Беседа 8, 82, Матфея 2, 11 И вошедшие в дом увидели младенца с Марией, матерью его. Как же говорит Лука, что от врача положено было в яслях? Потому что родившая тотчас положила его там. По причине множества собравшейся для переписи, в переписи нельзя было найти дома, на что и указывает Лука, говоря, и положила его, потому что не было места. Но после она взяла его и держала на коленах. Она вскоре по прибытии в Вифрием разрешилась от бремени. И так ты отсюда можешь видеть все домостроительство, и что все это не просто, и не по случаю происходило, но по божественному промышлению, и исполнилось вследствие пророчества. На что заставило волхвов поклониться, когда ни дева не была знаменита, ни дом не был великолепен, да и во всей наружности ничего не было такого, что бы могло поразить и привлечь их. А между тем, они не только поклоняются, но и открывшие сокровища свои приносят дары, и дары не как человеку, но как Богу, потому что Ливан и Смирна были символом такого поклонения. И так, что их побудило и заставило выйти из дому и решиться на столь дальний путь? Звезда и божественное озарение их мыслей, мало-помалу возводившая их к совершеннейшему ведению. Иначе они не оказали бы ему такой чести, при столь маловажных по всему обстоятельствах. Для чувств не было ничего так великого, были только ясли, хижина и бедная матерь. Чтобы ты открыто видел отсюда любомудрия волхвов и познал, что они приступали не как к простому человеку, но как к Богу и благодетелю. Потому-то они и не соблазнились ничем видимым и внешним, но поклонялись и приносили дары, не похожие на грубые приношения иудейские, приносили в жертву не овец и тельцов, но как бы были истинные христиане, принесли ему познание, послушание и любовь. И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Смотри отсюда, какова вера их. Как они не соблазнились, но были благопослушны и благоразумны. Не смущаются, не размышляют, самих себе говоря, если этот младенец действительно велик, имеет какую-либо силу, то для чего нам бежать и тайно удалять, и для чего ангел высылает нас из города, как рабов и беглецов. Тогда как мы пришли явно и с дерзновением предстали перед таким множеством народа и пред царем неистовым, ничего подобного они не говорили и не думали. И это-то и есть особеннейшее дело веры. Не изыскивать причины того, чего они велят делать, но только покоряться повелениям. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца, и матерь его, и беги в Египет». Здесь можно иметь некоторые недоумения и касательно волхов и младенца. Пусть сами они не пришли в смущение, а все приняли с верою. Однако мы должны исследовать, почему и волхвы, и отрача не остаются в прежнем месте. Но волхвы удаляются в Персию, а отрача с матерью бежит в Египет. Что же, неужели отрача должно было впасть в руки Ирода и впавшей не подвергнутся смерти? Но тогда могли бы усомниться в том, что он принял плоть и не поверить величию домостроительства. Если и после этих и многих других человеческих действий некоторые осмеливались назвать восприятие плоти баснею, то до какой глубины нечестия ни не спали бы они, если бы он везде действовал так, как прилично Богу и его могуществу. Что же касается доволхвов, то Бог вскоре высылает их части, потому что он посылает их учителями в страну персидскую, а части предотвращает неистовство тирана, чтобы этим вразумить его, что он предпринимает невозможное, и чтобы угасить его ярость и отвести его от этого тщетного труда. Могуществу Божию свойственно не только открыто преодолевать врагов своих, но и без затруднения попускать им впадать в заблуждение. Так именно он попустил, например, иудеям ввести в заблуждение египтян, имея право открыто отдать богатство их в руки евреев, повелевает сделать это тайно и слезтью, что не менее других знамений соделало его страшным для врагов. Так и жители Аскалона и прочих городов, когда взяли корчег завета и, будучи поражены, увещевали своих сограждан, не враждовать и не сопротивляться, то наряду с другими чудесами представляли и вышеуказанные, говоря, «Для чего отверщаете сердца ваши, как в Египте и фараон?» 1 Царств 6.6 Говорили же они так потому, что по их мнению и это дело Божие не менее других открыто совершившихся знамений доказывало силы и величие Божие. Так и здесь. Того, что случилось, довольно было, чтобы привести в ужас тирана. Представь, в самом деле, сколько должен был страдать и мучиться Ирод, обманутый и осмеянный от волхвов. Что же из того, если он не сделался лучшим? В том виновен не тот, кто устроил это, а чрезмерное ослепление того, кто не внимал данным ему достаточным внушением отстать от лукавства, а ожесточался еще более, чтобы за такое безумие подвергнуться тягчайшему наказанию. Для чего, скажешь, от врача посылается в Египет? Главную причину показал сам евангелист, говоря, да сбудется реченное через пророков, ибо от Египта возвал я сына моего. А вместе с тем и предвозвещались уже начатки благих надежд всей Вселенной. Так как Вавилон и Египет волей всей земли были разжигаемы огнем нечестия, то Господь, показывая в самом начале, что Он исправит и сделает лучшими жители обеих стран, и через то, уверяя, что следует ожидать благ и для всей Вселенной, посылает волхвов в Вавилон, а сам с матерью приходит в Египет. Кроме того, мы узнаем отсюда нечто другое, что немало способствует к нашему любомудрию. Что же именно? То, что мы с самого начала должны ожидать искушений и наветов. В самом деле, смотри, как все это начинается тотчас от самых пелен. Лишь только Христос родился, и тиран неистовствует, и приключается бег со всю жизнь земли, и вовсе невинная мать убегает в страну варваров. После этого и ты, удостоившись послужить какому-нибудь духовному делу, если будешь претерпевать жесточайшие напасти и подвергаться бесчисленным бедствиям, не должен смущать и говорить, что это значит. Когда я исполняю волю Господню, то мне следовало бы быть увенчанно и прославлено, светло и знаменитым. Но, имея пример Христа, переноси все мужественно, зная, что с духовными человеками так и должно особенно быть, и что их удел отовсюду подвергаться искушениям. Смотри, что совершается не только над матерью и отроком, но и над волхвами. И они тайно удаляются, подобно беглецам, и сама мать, никогда не отходившая от своего дома, получает повеление отправиться в далекий и прискорбный путь по причине этого чудного отрока и духовных мук рождения. Вот еще что удивительно. Палестина строит для него ковы, а Египет его принимает и спасает от наветов. Таким образом сбывались прообразования не только на детях патриарха, но и на самом владыке. Тогдашними его делами предвозвещены были многие из последующих событий, каково, например, события касательно осла и жеребенка. И ревшийся ангел беседует не с Марией, а с Иосифом. И что он говорит? Вставь, возьми младенца и матерь его. Здесь он уже не говорит жену свою, но матерь его. Так как рождение совершилось, сомнение кончилось, и муж был убежден. Ангел уже открыто беседует с ним, не называя ни отрока, ни жену его, но возьми, говорит, младенца и матерь его, и беги в Египет. И показывает причину бегства, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. 85. Иосиф, услышав это, не соблазнился и не сказал, что это за странность. Ты прежде говорил, что он спасет народ свой, а теперь он даже и себя не спасает, и нам нужно бежать, удалиться и переселиться в отдаленную страну. Это противоречит тому, что обещано. Но он ничего такого не говорит, потому что он был муж верный, не любопытствуя даже о времени возвращения, о котором и ангел не сказал определенно. И будь там, доколе будет сказано тебе. Он и этим не огорчился, но, будучи готов терпеть все, с радостью оказал покорность и послушание. И человеколюбец Бог эти скорби его растворил радостью. Как обычно, он поступает со всеми святыми, не попуская им быть, и в непрестанных опасностях, и не оставляя их в совершенном покое, но устрояя жизнь праведных из совокупления того и другого. Так и здесь он устроил. Смотри. Иосиф видел, что дева имела во чреве. Это повергло его в смущение и крайнее беспокойство, потому что он подозревал деву в прелюбодействии. Но тотчас предстал ангел, уничтожил подозрения и рассеял страх. И Иосиф, видя родившегося младенца, объят был величайшей радостью. Снова эту радость сменяет немалая скорбь. Город возмущается, царь беснуется и ищет родившегося. Но за этим беспокойством последовала новая радость, звезда и поклонение волхвов. После этой отрады опять страх и опасность. Сказано, что Ирод ищет душу отрока, и опять ангел велит бежать и переселиться ему, как свойственно человеку, потому что не настало время творить чудеса. Если бы Господь с первого своего возраста начал творить чудеса, то его не стали бы признавать человеком. Потому и храм не просто зиждется, но происходит чревоношение продолжение обыкновенного 9-месячного времени, потом болезни, рождение, питание молоком, и продолжительный покой, ожидание возраста, приличного мужам. И все это для того, чтобы сделать более удобов, разумительным таинство домостроительства. Для чего же, скажешь, были сначала и эти знамения? Для матери, для Иосифа, для Симеона, близкого уже к кончине, для пастырей, для волхвов, для иудеев. Если бы и они захотели тщательнее вникнуть в сталкдашнее событие, то немалую бы от этого приобрели пользу на будущее время. Если пророки не говорят о волхвах, то не смущайся. Не все они предрекли, как и не о всем умолчали. Если бы люди были свидетелями совершившихся происшествий, о которых вовсе прежде не слыхали, то это повергло бы их в большое смущение и недоумение. Подобным образом, если бы они узнали все прежде, то ничто бы уже не возбуждало их к исследованию. Не оставалось бы ничего делать евангелистам. Если же иудеи недоумевают касательно пророчества, из Египта возвал я сына моего, как будто бы это о них сказано, то мы им отвечаем, что пророчество, между прочим, имеет и такое свойство, что многое сказанное об одних исполняется и на других. Так, например, о Симеоне и Левии сказано «разделю их в Якове и растерю их в Израиле». Между тем это сбылось не на них, а на их потомках точно так же. И сказанное Ноем о Ханаане сбылось на гаванитянах, внуках Ханаана. Тоже сбылось и на Якове, как мы увидим. Данное ему благословение и будешь господином брату твоему и да поклонится тебе сыны отца твоего исполнилось не над ним. Даже и как могло это быть, когда сам Яков спрашился и ужасался брата своего и многократно ему кланялся. Но над его потомками тоже должно сказать и в настоящем случае о Христе. Кого вернее назвать можно сыном Божиим? Того ли, кто поклоняется тельцу или служил Вильфегор и приносил детей в жертву бесам? Или того, кто по естеству сын и чтит родившего? Итак, если бы Христос не пришел, то пророчество не получило бы надлежащего исполнения. 86. Смотри, как Евангелист намекает на то, говоря, да сбудется, и показывая, что это не исполнилось бы, если бы не пришел Сын Божий. Это и на Деву проливает немалый свет и славу. То, чем весь народ иудейский хвалился, уже и она могла себе усвоять. То, чем иудеи непомерно хвалились и величались, говоря о своем возвращении из Египта, на что намекает и пророк, говоря, не иноплеменники ли извел я из Каппадохии, яссириян, из Рва, Амоз 9.7, составляет также преимущество и Девы. Лучше же сказать, и народ, и патриарх своим приходом в Египет и возвращением оттуда представляли образ возвращения Христова. И они шли в Египет, убегая голодной смерти, и Христос, избегая смерти, приготовляемой коварством. Но они, пришедшие туда, избавились от голода. Христос же, пришедший туда, осветил всю страну своим пришествием. Итак, смотри, как сила Божия открывается среди уничижений. Ангел сказал, беги в Египет. Не обращался им сопутствовать, ни туда, ни оттуда, чтобы тем разумить, что они имеют великого спутника, рожденного младенца, который явлением своим и все вещи изменяет, и самих врагов заставляет во многом послужить домостроительству спасения. В самом деле, волхвы и варвары, оставив злочестие отцов своих, приходят ему поклониться. Августово определение о переписи оказывается случаем к рождению Христову в Вифлееме. Египет приемлет и блюдет его в бегстве от наветов и получает таким образом случай сделать его близким себе, чтобы, когда услышит апостольскую проповедь о нем, мог похвалиться тем, что он первый принял его. Эта честь принадлежала одной Палестине. Но Египет оказался ревностнее последней. И ныне, если ты придешь в египетскую пустыню, увидишь, что пустыня это лучше всякого рая. Увидишь там в образе человеческом бесчисленные лики ангелов, сонны мучеников, собранные собрания дев. Увидишь, что все тиранство дьявольское неспровергнуто, а царство Христово сияет. Увидишь, что Египет некогда отец из стихотворцев и мудрецов и волхвов, изобревший все виды волхвования и предавший их другим, теперь уже красуется рыбаками и, презирая все прежнее, всюду славит мытаря и делателя палаток и хвалится крестом. Это совершается не только в городах, но даже гораздо более в пустыне, нежели в городах. По всей этой стране можно видеть Христово воинство и царственное стадо и образ жизни, свойственный горним силам. Это ты найдешь там не только среди мужей, но и среди женщин. И они любомудрствуют не меньше мужей. Они не берут щитов, не садятся на коней, как повелевают славные греческие законодатели-философы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань. У них, как и у мужей, идет брань с дьяволом и властями тьмы. И в этой брани естественная слабость пола ничуть не служит им препятствием, потому что успех таких браний зависит не от естества тел, а от произволения души. Потому и жены часто превосходили своими подвигами мужей и воздвигали славнейшее знамение победы. Не так светло небо, испещренное соммом звезд, как и бить египетская пустыня, являющая там повсюду иноческие кущи. Кто знает древний Египет богоборный и беснующийся раба кошек, страшившегося трепетавшего перед огородным луком, тот вполне уверится в силе Христовой. Впрочем, нам не нужно особенно прибегать к древним сказаниям, потому что и до ныне еще сохраняются остатки неразумия, свидетельствующие о прежде бывшем безумии. И однако все те, которые прежде доходили до такого безумия, ныне уже любомудрствуют о небе и о небесных вещах, смеются над отеческими обычаями, горюют о своих прародителях и не во что ставят своих мудрецов. Они самым делом узнали, что учение их мудрецов представляет лишь болтовню безумных старух, и что напротив истинная и достойная небес премудрость есть та, которая им проповедана рыбаками. Вот почему они со всей тщательностью сохраняя учение, особенно стараются оправдать его своей жизнью. Отрекшись всех стяжаний и распявшись всему миру, они идут еще далее, употребляя свои телесные силы в пользу нищих. Несмотря на пост и бодрствование, они не хотят быть праздными, даже и в продолжении дня, но проводя ночи в священных песнях и бдениях, дни проводят в молитвах и вместе в рукоделии, подражая апостольской ревности. Если апостол рассуждает о ней, когда устремляла на него взоры вся вселенная, трудился, работал, занимался ремеслом и проводил без сна целой ночи, в таковых подвигах для пропитания неимущих, то тем более нам, живущим в пустыне и удалившимся от всякого городского шума, часы спокойного досуга должно употреблять на духовное делание. И так, должно стыдиться всем нам и богатым и бедным, когда они решительно, ничего не имея, кроме рук, всеми силами стараются трудиться для того, чтобы не имеющие обрели от их трудов прибыток, а мы и при бесчисленном нашем имении жалеем употребить пособие неимущим даже наших избытков. Какой мы дадим ответ, скажи мне, чем извинимся? Подумай, как эти аскеты были прежде любостяжательны и вместе с другими пороками угождали чреву. Там были котлы мяс, о которых воспоминали иудеи, там было великое чрево неистовство, и, однако, лишь только захотели, тотчас изменились и, приняв огонь Христов, устремились к небу. Прежде они были всех невоздержны и склонны к гневу и сладострастию, а ныне уже кротостью, бесстрастием и прочими добродетелями подражают силам бестелесным. Кто был в этой стране, тот согласится с тем, что я говорю. А если кто никогда не входил в те кущи, тот пусть вспомнит, что Египет произвел славнейшего после апостолов мужа, блаженного и великого Антония, о котором все даны не говорят непрестанно, и пусть пора смыслит, что и он был в той же стране, где и фараон. И однако эта страна нисколько не послужила ему во вред. Еще он сподобился божественного созерцания и вел такую жизнь, какую требуют христовые законы. В этом уверится всякий, кто прочтет со вниманием книгу, содержащую повествование о его жизни, которое найдет и многие пророчества. Так он предсказал и о недугающих аревым зловерием и о вреде, которое имело от них произойти. Тогда Бог все ему показал и будущее представил перед его очи. И то обстоятельство, что ни одна из ересей не имеет подобного мужа, служит наряду с прочим величайшим доказательством истины нашего учения. Но чтобы не рассказывать вам об этом, прочитайте сами то, что написано в его книге, узнаете все подробно и научитесь из нее многому любомудрию. Только прошу вас, чтобы вы не ограничивались одним чтением, а старались и самым делом подражать тому, что написано, не извиняясь ни местом, ни воспитанием, ни нечестием предков. Если мы решимся обратить на себя должное внимание, то ничто подобное не послужит нам препятствием. И Авраам имел нечестивого отца, но не наследовал его беззакония, и Езекий был сын Ахаза, но сделался другом Божиим. И Иосиф жил в Египте и украсился венцом целомудрия. И три отрока, живя в Вавилоне царском доме, при роскошнейшей трапезе, показали величайшую мудрость. И Моисей был в Египте, и Павел в миру, но никому из них ничто не послужило препятствием в подвигах добродетели. Так и мы, помышляя о всем этом, бросим неуместные отговорки и предлоги, и решимся на добродетельные подвиги. Тогда мы привлечем к себе большую божественную любовь и умолим Господа с поспешиствовать подвигам нашим и сподобимся вечных благ, которые дополучим всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.